Привет, меня зовут Гульнас, в эфире рубрика Моделируя с Хэппи Насс. И сегодня мы создадим вот такое прекрасное платье. Оно совершенно простое по крое, но в силу правильного выбора тканей становится очень нарядным, праздничным. Добавив сверху кружева, расшитой сетки, гипюра, вы с легкостью сможете превратить это платье простого кроя в свадебное или платье для никаха. Для создания такого платья нам понадобится базовая лекала. Созданная специально для вашей фигуры по вашим индивидуальным меркам. Полочка, передняя половинка, спинка, задняя половинка изделия и вточной, одношованный рукав. Эти лекалы можно построить по любому учебнику конструирования женской одежды. Я построила по своему пособию. От школы Беспокт. Итак, посмотрим. Нас интересует большей частью, конечно же, шлейф, нижняя часть платья, поскольку все остальное практически неизменно. Давайте начнем с рукава. Мы видим, что рукав здесь остается таким же, поэтому в моделировании он не нуждается. И мы можем его смело отложить без какого-либо преобразования. Перейдем к полочке. Нагрудную выточку, которая выходит из точки основания шеи, нам необходимо будет перевести в боковой срез. Для этого просто определим желаемый уровень. В среднем это 4-5 сантиметров. На картинке уровня нагрудной выточки не видно, поэтому мы просто определяем самостоятельно. И соединяем избранную точку с острым гонщиком нагрудной выточки, который соответствует центру груди. Разрезаем по этой линии. Далее закрываем нагрудную выточку, выходящую из основания шеи, и она открывается по боковому срезу. Заклеим прежнюю нагрудную выточку. Таким образом мы получили снова две выточки нагрудную и талевую. Они остаются, если мы хотим создать такое же платье прилегающего силуэта. Опускаемся ниже. И мы видим, что по силуэту примерно от уровня колена начинается раскрешение. Если раскрешение небольшое, можно просто плавно увести боковой срез в сторону. Лучше всего определить уровень колена. К примеру, его можно замерить от уровня талии. Разрезать по этой линии лекало. И теперь нижнюю деталь полочки, то есть область, которую мы хотим раскрыть, нам необходимо будет поделить на несколько полос. Желательно равномерных. И разрезать нижний прямоугольник по этим линиям. И теперь нижнюю деталь нам просто необходимо будет раскрыть. И при этом угол раскрытия должен быть всегда одинаковым. Прежде всего совместим боковой срез. Точку бокового среза. На платье расклешение небольшое. Определили по боковому срезу желаемый уровень расклешения. Раскрыли каждую из деталей на одинаковый угол. Совсем небольшой. И мы получили расклешенную область по низу полочки, передней половинки изделия. Как креить полочку? Мы просто прикладываем ее к сгибу. Здесь линия идет непрерывно. Также по сгибу. Низ изделия мы просто очерчиваем каждый из отрезков. И плавно соединяем их между собой округлой линией. Далее боковой срез. Здесь не должно образоваться никаких уголков. Если маленький уголок все-таки образовался, то мы его сглаживаем. Для того, чтобы линия была плавной. Ну и все как обычно. Боковой срез, выточки, срез проймы и ключевой. Выточки сохраняются. Кстати, по этой модели платья, если приглядеться, можно увидеть шов по уровню талии. То есть платье отрезное по талии. В общем-то, можно и не делать. Этого шва силуэт от этого никак не пострадает. Некоторые фигуры имеют определенные особенности строения. Поэтому часто талиевый шов все-таки спасает. И без него посадка не получается настолько идеальной, как могла быть с талиевым швом. Переходим к спинке. Здесь мы можем определить тот же уровень колена. Очертить его. Разрез лекала по уровню колена. И снова сделать аналогичное расклешение. По спинке все то же самое. Верхняя часть спинки единая с нижней. Расклешенной юбочной частью. То есть здесь никаких швов. Это непрерывная цельная деталь. В середину спинки, в этом случае, мы прикладываем к кромке. Иными словами, здесь будет шов. Оставляем припуски на швы. 1,5-2 см. Ну а теперь можем приступить к созданию шлейфа. Для этого вам необходимо определить желаемый уровень. На картинке деталь, предназначенная для создания шлейфа, также начинается примерно от уровня колена. Таким образом, нам необходимо замерить длину от уровня колена и до желаемого уровня низа. К примеру, 100 см. То есть 1 метр. Далее мы просто строим треугольную деталь радиусом 100 см. То есть от острого уголка вниз по всей детали отмеряем 100 см. Кстати, задний средний срез также должен увеличиться аналогично до 100 см. Только задний средний срез. То есть от уровня бокового среза вам необходимо будет привести плавную округлую линию. А можно, к примеру, сократить боковые срезы треугольной вставки до 80 см. А длину в 100 см сохранить только посередине. А затем плавно округлить нижний срез вставки. Соответственно, и средний срез по спинке сократится до 80 см. И вы плавно приведете точку бокового среза к пониже на точке заднего среднего среза. Как притачивать эту деталь? Мы просто берем одну сторону, притачиваем к одному заднему среднему срезу, то есть к одной половинке спинки. Затем берем вторую сторону треугольника и притачиваем ко второму заднему срезу уже другой детали спинки. Кстати, для дополнительного объема области шлейфа и для дополнительной ширины вы можете делать расколешение и по заднему среднему срезу. Не обязательно только по боковому срезу. И затем уже к этому смещенному округлому заднему среднему срезу по спинке притачивать деталь вставки для шлейфа. Там будет все аналогично. Вот и все, платье готово. Как видите, имея базовую конструкцию, базовые лекала, можно создавать абсолютно все. Где найти эти лекала, как их построить, об этом я уже рассказывала в предыдущем видео. Ссылку на него я оставлю внизу. Есть множество способов создания своих лекал. И на самом деле это очень просто. На этом все. Спасибо большое, что были со мной. Мы увидимся с вами совсем скоро. Я знаю, у вас точно все получится. Желаю вам хорошего дня. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова